здравствуйте с вами как всегда вяткин александр и я рад приветствовать вас на канале и в группе вконтакте команда гост плюс не так давно на нашем канале мы опубликовали обзор электромонтажа в одной из квартир в которой имелась одна очень интересная деталь кстати полный обзор этого объекта вы сможете найти по ссылке в описании так вот суть заключалась в том что на данной квартире никоим образом не предполагались не подвесные ненатяжные потолки а подвод питания к светильникам предполагалось выполнить проложив кабели в слое штукатурки но как показала практика выполнить это было невозможно поэтому представляю вашему вниманию как и обещал альтернативный вариант электропроводки при помощи ретро провода и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, результат вы видели сами. Своё мнение, пожалуйста, оставляйте в комментариях, а о том, как это выглядело на этапе чернового монтажа, вы, повторяюсь, можете найти по ссылке в описании. Но это всё следствие, давайте теперь разберёмся в причинах. Для начала давайте разберёмся, какие вообще есть способы подведения питания к светильникам без применения подвесных потолков. И таких способов у нас всего четыре. Это, во-первых, использование каналов и пустот в плитах перекрытия, если таковые имеются. Второе, это прокладка кабелей по полу выше лежащего этажа. Третий способ, это прокладка кабелей слоя штукатурки на потолке непосредственно. Как раз таки то, что мы собирались применить. И четвёртое, это наружный способ, например, с помощью ретропровода, который применили мы, либо при помощи кабель-каналов или пластиковых, медных и прочих декоративных и не очень декоративных труб. Первый способ нам не подходил категорически, так как перекрытия в данном доме монолитные, и никаких пустот внутри себя не предполагали. Да и если такие пустоты имелись бы, они, как правило, располагаются не там, где надо, не в том количестве, что нам нужно, либо бывают зачастую забиты мусором, отчего протяжка кабелей по ним далеко не всегда возможна. Про следующий способ, думаю, тоже долго объяснять не нужно. Использовать пол выше лежащего этажа, это весьма рисковое мероприятие, если бы даже это было бы вообще возможно. Подобный способ монтажа мы можем применить только в частных домах. Кстати, в нашей группе ВКонтакте вы сможете найти пост с примерами подобного монтажа. Ссылка тоже в описании. Получается, что если мы все-таки хотим подвести питание скрытым способом, то в монолитном многоквартирном доме нам остается только способ прокладки в слое штукатурки на потолке. Отсюда выходит главное условие для прокладки кабелей в слое штукатурки. Это толщина данного слоя. Изначально работавшие на объекте штукатуры заявили, что минимальная толщина слоя штукатурки на потолке 20 мм. Что позволяло нам применить прокладку кабелей в жестких ПВХ трубах диаметром 16 мм. Разумеется, никто не запрещает проложить кабели без труб, ведь мы имеем дело со стесненными обстоятельствами и попадаем под требования допускается из нормативных документов. Но замоналичивание кабеля в штукатурку несет в себе вероятность появления проблем в будущем. Таких как, например, выход на поверхность пластификаторов, возможное появление трещин, либо случайного повреждения кабеля штукатурами и так далее и тому подобное. И как мы все понимаем, команда Госплюс не может допустить ни малейшего намека на возможное возникновение проблем в будущем, уж особенно на белом, как лист бумаги, потолке. Да, собственно, как и в любом другом месте. Но нашим планам не суждено было сбыться, так как при проверке выяснилось, что максимальный слой штукатурки, который мы смогли обнаружить, составил не более 7-8 мм, а в большинстве случаев и вовсе сходил на нет. И даже если предположить замоналичивание плоских кабелей без труб, мы все равно не смогли бы проложить их, не прибегая к штраблению потолка. Надеюсь, что подробно объяснять, что штрабление потолков и перекрытие категорически запрещено, нашим зрителям не нужно. То есть, говоря проще, на момент начала работ потолки на объекте уже были оштукатурены. И штукатуры ввели в заблуждение заказчика относительно толщины слоя, что в итоге послужило поводом для применения нестандартного способа монтажа с применением ретропровод, который вы видели в начале ролика. Кстати, многие спрашивают и сразу отвечу. Ретропровод, который мы применили на данном объекте, тоже имеет индекс NGLS. О том, что это значит, видео вы найдете вот здесь. Собственно, свою оценку результату нашей работы вы можете оставить, как я уже говорил, в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И также вы сможете посмотреть подробные фото этого и не только объектов в нашей группе ВКонтакте. Спасибо за внимание и безопасного вам электричества. С вами был Вяткин Александр, команда ГОСТ+.